Садитесь, пожалуйста. Меня зовут Роман, я с Украины, с города Ивана Ханковск. Приехал сегодня к вам в гости на один день. Мне очень приятно быть в церкви, где мы можем читать все вместе Слово Божье. В чужой стране, скажем так, но все мы, в большей части, украинцы, русские, может быть, белорусы, кто-то другой есть. Слава Господу за то, что мы на одном языке можем понимать друг друга и можем размышлять над Словом Божьим. И это действительно для нас есть утешение, для нас есть радость. Оно нас соединяет, несмотря на наши нации, несмотря ни на что. И я служу в Украине в Комитете Внешней Миссии, занимаюсь миссионерским служением. А именно краткосрочными миссионерскими поездками в страны, где в большей мере люди не слышали Иисуса Христе. А также готовлю миссионеров. И сегодня я бы хотел вместе с вами размышлять над темой миссионерства. Над темой то, что Иисус Христос учил своих учеников перед тем, как возрастись на небо. И вы знаете, братья и сестры, действительно, церковь мы можем видеть и в Библии, и как так и в нашей жизни сравнивают и ставят как разные прообразы. И мы видим, что Слово Божие говорит, что церковь есть как единый организм. Это есть единое целое. Мы также можем церковь сравнить с семьей. Это действительно есть как великая и большая семья. Мы можем церковь сравнить, иногда некоторые люди говорят, что это как больница. В церковь люди приходят, и у кого-то есть разные проблемы, нужды. И мы лечимся в церкви, мы слушаем проповеди, Христос нас исцеляет. Вы знаете, также мы видим, что церковь, это есть как богослужение, и в принципе вся наша жизнь, это есть как школа. И мы видим, что ученики Иисуса Христа, они ходили со Христом, и у них, скажем так, был как университет. Три с половиной года они учились вместе с Ним. Они были возле Него. Иисус их научал, посылал нам практику, и это было как школа. Вы знаете, в духовном смысле это есть также и пример для каждого из нас. Мы ходим со Христом на этой земле, мы чего-то учимся у Него, и Он посылает вас на практику, Он дает нам задания домашние. Вы знаете, действительно, это есть школа. Но вы знаете, в школе есть разные ученики. Есть ученики хорошие, есть ученики плохие, есть которые хорошо слушают, записывают все, конспекты там не имеют. А есть ученики, которые бывают, засынают на задних партах, бывают не записывают или чем-то другим занимаются, или их мысли где-то на уроке летают неизвестно где. Вы знаете, то же самое бывает и в церкви, братья и сестры. Часто мы сидим в церкви, слушаем проповеди, но бывает абсолютно находимся мыслями не здесь, а в другом месте. И настолько важно, чтобы мы были хорошими учениками. Учениками, которые слушают проповеди, принимают это в своей личной жизни. Которые, как мы слышали, читают Слово Божий Дом. Которые живут святой жизнью, применяют то, что они услышали. И очень важно также, братья и сестры, чтобы мы вот как раз знали то задание, особенное задание, которое Иисус Христос дал своим ученикам, дал каждому из нас. Вы знаете, у нас сегодня будет урок миссиологии, скажем так, в нашей школе духовной. И вот Иисус дает задание ученикам, а ученикам он говорит о миссии. Вы знаете, в наше время, тревожное время, мы видим, как очень много сейчас войн разных, очень много конфликтов в разных государствах. И вот это вызывает беспокойство. Вызывает беспокойство также и у каждого из нас. Потому что если мы видим, что это относится к нашей стране, а именно Украине, вы знаете, часто мы вот думаем, когда же придет конец? Может вот это здесь уже конец? Мы видим какие-то конфликты, мы видим какая-то война, мы видим, действительно, очень много людей гибнет. И вот мы думаем, может уже это конец? И вот мы обратим сейчас наше внимание к главе Матвея, 24 главе, и мы будем читать выборочно 2 стих, 3 стих, а также 14 стих. Это то, о чем говорил Иисус Христос. Иисус же сказал им, видите ли, все это, истинно говорю вам, не останется здесь каменя на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Илеонской, то приступили к нему ученики, наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Итак, 14. «И проповедовано будет с Ей Евангелие Царства по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, мы видим, что Иисус Христос в контексте этого отрывка, мы видим, что Иисус Христос смотрит на весь Иерусалим с вершины, горы, и Он общается с Своим ученикам, Он показывает им Иерусалимский храм, и Он говорит, «Вот здесь, на этом месте уже не останется ничего с того, что вы видели. Придет время, когда будет конец, все будет разрушено». И вы знаете, ученики с удивлением слушают Иисуса Христа, и они не могут себе представить камень, Божий храм, Иерусалимский храм, это центр всего для них был, центр всей духовной жизни, только там поклонялись Богу. И Он говорит, «Да здесь камень, а на камне не останется». И они смотрят, они слушают это все, и у них складывается впечатление, что это будет конец всего, что это будет тот момент, когда придет сам Иисус Христос на эту землю, и когда уже все будет конец всему миру. Вот так думали ученики. Они смотрели на вот эту, скажем так, по-украинских путей, и они думали, что это будет конец. И вы знаете, братья и сестры, Христос дает ответ в этой главе ученикам на эти вопросы, и Он рассказывает по пунктам и дает ответ на каждый именно их вопрос. Первый вопрос они задали своим ученикам следующий. Когда придет это время? И вот мы видим, что Иисус Христос дает ответ на это пророство. Он на каждый ответ показывает, что должно случиться, и что люди должны делать, когда будет приближаться, вот приближаться вот эти все, скажем так, на украинском пути. И Христос говорит, что вот это пророство, оно случится, и мы видим, что оно было в 70-м бату нашей эры, храм действительно был разрушен. И вот Иисус Христос говорил о том, что вы должны убегать. Если вы увидите, что войска будут в Иерусалиме, убегайте в другие места и убегайте в город. Также мы видим, что Иисус Христос говорит и показывает о втором вопросе, который задали, скажем так, ученики. И это говорится о конце века всего. И Христос также говорит и дает ответ о этом пророство. И также говорит о своем пришествии на эту землю. Но вот самое главное, о чем Христос хотел сказать, Он не хотел сказать о кончине века, Он не хотел сказать, что Ему нужно делать, а Он именно имел в виду то, что мы должны быть в этом всем готовы к пришествию Иисуса Христа. Ученики, мы видим, жили в этот период времени. Мы также можем видеть, что кто-то другой может жить в другой период. Мы живем в другой период времени. И вот самое главное, в какой бы мы период ни жили, чтобы мы были готовы к пришествии Иисуса Христа. И это пришествие от нас зависит, чтобы мы проповедовали о Иисусе Христе. Вот это и самое главное, это и то, о чем говорил Иисус Христос. И Он говорит, вот одна, единственная, скажем так, ознака, которая будет, это то, что все народы должны услышать о Иисусе Христе. Вот 14 стих, Он прекрасно об этом говорит, что Евангелие должно быть проповедовано, мы видим, по всему миру, и второй пункт, это все народы. Часто мы, может, не замечаем это. Часто мы говорим, вот действительно, Евангелие уже достигло всех проектов земли, но не все люди услышали Иисусе Христе. И вот Христос, Он подчеркивает этот момент географически. Другими словами, Евангелие должно в каждой стране быть проповедовано, во всех, скажем так, государствах, до краев земли. И второй момент, это всем народам. Вот тогда придет конец. Что мы видим в истории христианства? Что Библия нам дальше говорит? Часто люди, они очень неправильно растолковывают вот эту 24 главу Матвея. Часто люди говорят, что вот концом мира будут такие, например, показатели. Это то, что будут лжи-христы, это будут фальшивые пророки. Но это было когда-то, это есть и сейчас. Другие говорят, вот войны, которые сейчас в наше время очень часто распространяются, разные конфликты, вот это есть конец мира. Но это было так же и тогда. Оно есть сейчас и будет до конца мира. Другие говорят, голод, другие говорят, землетрясение, преследование христиан. Вот оно было и когда-то, оно есть сейчас. И сейчас мы также видим, что особенно мусульманский мир, в мусульманском мире очень часто преследуют христиан. И на картинке вы видите, очень недавно был случай, когда египетских христиан, проптов, всем перерезали ворло в другой стране, потому что они были христиане. Это было сделано предкамерами, чтобы все видели, весь мир знал. И вот действительно, гонения, они были раньше, они где-то сейчас. Может быть, в какой-то стране меньше, в какой-то больше, но они всегда были на христиане. Но вот самое главное, это пробовать Евангелие по всему миру. И очень важно подчеркнуть всем народам, другими словами, всем этно, этно, каждая национальность, каждый маленький, скажем так, народ, он должен услышать о Иисусе Христе. И что мы видим в деяниях святых апостолов? Христос дает четкие повеления, он раскладывает, как географически должно Слово Божье быть проповедовано. Мы видим, что он говорит о Иерусалиме, это ихний дом. В нашем доме мы в начале, каждый из нас должен проповедовать Слово Божье. Если мы не сможем с нашего дома проповедовать, мы не сможем идти в другие страны, в другим людям проповедовать. Очень тяжело проповедовать своим родственникам, тем, которые знают, как ты живешь, тем, которые видят, кто ты есть на самом деле. И вот Христос говорил, начинайте с своего дома. Также мы видим, Христос говорит о Юдее. Это есть, скажем так, область, район Иерусалима. Также мы видим Самария, это уже другая область. И Христос говорит, Он дает повеление всем ученикам, Он дает повеление своей церкви, что каждый из нас, мы должны думать вот о этих географических зонах до последнего края земли. Как в истории церковь среагировала на это повеление? Мы видим, что церковь среагировала абсолютно противоположно. Может быть, кто-то и благовествовал. Может быть, апостолы и шли мы, это читаем, сколько можем, но не все. И что случилось? Мы видим, что Господь посылает гонения. Гонения для того, чтобы все разошлись. Они бежали кто куда, в разные стороны. В Деянии 8 главе, в 1 и 4 стихе, описывается о том, что вот эти люди, которые были гонимы, они убегали, и там, где они были, они проповедовали Слово Божие. И мы видим, что как раз вот в Юдейе и в Самарии вот было проповедовано. Другими словами, то, что хотел Иисус Христос, оно осуществилось, но какими методами, методами, скажем так, которые заставили людей это делать. И вот это есть пример для каждого из нас. Если мы в нашей жизни не будем исполнять Деяние 1.8, с нами будет Деяние 8.1. Все противоположно. Мы будем благовествовать, но мы вынуждены это будем делать. И это есть пример для каждого из нас. И в 1 проповеди мы прекрасно слышали, что мы должны читать Слово Божие, пребывать в нем. Мы должны быть святыми. И вот сейчас Слово Божие нам говорит, что мы должны благовествовать. Мы должны благовествовать. Часто люди истолковывают вот это место, знаете, каждый по-разному. Совсем не так, как говорил, думал Иисус Христос. Некоторые говорят о том, что это было сказано к апостолам, это не относится к нам. Другие говорят, что в нашей стране не все покаялись. Зачем нам идти в другие страны? Если в нашей стране все покаются, вот тогда мы можем думать о других народах. Но не все покаялись в Иерусалиме. И Христос их разогнал, чтобы они благовествовали. Не все покаются в нашей стране, в которой мы живем. Но это говорит о том, что мы все равно должны думать о других. И также мы видим, что некоторые говорят, я не слышу какого-то особого голоса от Бога, чтобы я был миссионером. Кто-то говорит, ну где этот край земли? Край земли может быть на востоке, на западе, в разных местах. Неизвестно где это, о чем именно говорит Иисус Христос. Но мы должны быть, скажем так, вот теми миссионерами, которые должны нести Евангелие до края земли. Каждый в своей мере по своих возможностях. Великий проповедник Джон Пайпер очень часто пишет в своих книгах, в своих проповедях, говорит о том, что мы должны быть всемирными христианами. Не мирскими, но всемирными. Всемирным значит то, что мы должны молиться. Мы должны думать не только о себе, о своей семье, о своей церкви, о своей стране, но мы должны думать о всем мире. О тех народах, которые есть, не достигнут. И вот это есть очень важно, важно для каждого из нас. Как в истории Слово Божие проповедовалось и разрасталось? Мы видим, что вначале оно проповедовалось Иерусалимом, потом Юдеей, потом Самарии, и потом оно начало в первом столетии идти дальше. До 300 года мы видим, что в самых основных городах Римской империи в то время Слово Божие уже, скажем так, укоренилось, и там были основаны новые церкви, и люди слышали о Иисусе Христе. До 300 года Слово Божие уже дошло, скажем так, уже дальше. Европа и Азия. До 500 года мы видим, что уже и Африка, часть Африки, и другие места уже было проповедовано Слово Божие, были даже осуществлены первые переводы Библии на другие языки. Слава Господу, Слово Божие очень сильно распространялось. Но что мы видим после 500 года? До 1700 года Слово Божие, миссионерство, оно пошло упадом. В прошлом упадок есть несколько причин. Одна из тех причин, что были великие преследования от мусульман. Другая причина, что много ересей зашло в церковь. Еще некоторые причины, это то, что богословы того времени, они не думали о миссии. Они спорили между собой, что праведнее. Какие доктринальные, скажем так, вопросы есть правильные, а некоторые, которые нет. И это приводило церковь в спор. И через эти причины церковь неблаговестовала. Но после 1700 года, когда была реформация, когда был, скажем так, переворот духовный в том мире, мы видим, что когда зародилось протестантство, Бог перекладывает миссию на плечи протестантской церкви. И вот до 2000 года, до нашего времени, мы видим, что сейчас, благодаря Богу, Бог использует протестантские церкви, и Слово Божие уже дошло до края, географически до краев земли. Другими словами, в каждой стране уже проповедовалось о Иисусе Христе. И это говорит нам о том, что пришествие Христа действительно очень близко к нам. Но есть также другой вопрос. Вопрос о том, что сколько еще народов осталось. Географически Слово Божие проповедовалось. Мы видим, что действительно, если даже есть закрытые какие-то страны, где не проповедовалось, то там через Бог, благодаря интернету, благодаря святую телевидению, Слово Божие там проповедовалось. Но все же таки есть народы, которые не слышали о Иисусе Христе. Если можно, следующий слайд. И статистика нам показывает, что одна третья людей, это есть христиане. Одна третья людей. 19% это те люди, которые себя называют христианами, номинальными, они есть номинальные христиане. 10% это те, которые возрожденные свыше. Ну, статисты подводят разные миссии, подводят такую статистику, показывают. На самом деле, Христос уже скажет, покажет в вечности нам, сколько было возрожденных христиан. Но приблизительно вот такое число. Другая третья людей. Это те люди, которые живут в тех государствах, где они не имеют возможность услышать о Иисусе Христе. Они не христиане, но они живут в группах, где благовестовалось о Иисусе Христе. И еще одна третья часть всего населения Земли, это те люди, которые не слышали о Иисусе Христе и не имеют вообще возможности услышать. Вот такая статистика есть на данный момент. И это показывает нам то, что есть люди. Представьте, одна третья людей не имеют возможности. Они в нужде. И вот этот вопрос, он стоит перед каждым из нас. И также сейчас мы рассмотрим статистику о народах. И мы видим, что в мире есть всего больше 16 тысяч народов. Больше двухсот государств и больше 16 тысяч народов. И вот только 9 тысяч 100 народов, они услышали о Иисусе Христе, они уже считаются достигнутыми. И 9 тысяч 6 тысяч 900 народов, это те народы, которые не имеют возможности слышать. И вот мы видим вот такой большой дисбаланс. Только 26% всех миссионеров всего мира, они служат среди этих недостигнутых народов. А 74% большинство миссионеров служат там, где уже проповедовалось. Вопрос тогда вот стоит, какой же народ считается недостыгнутым? Недостыгнутым считается тот народ, который не имеет перевода Библии на свой родной язык. Это во-первых. Во-вторых, недостыгнутым народом считается той народ, у которого нету своей национальной церкви. Своей национальной церкви. И третье, если у них нету своих национальных проповедников, миссионеров, благовестников. Вот таких народов еще в мире начисливается 6900. И вот это задание, которое остается выполнить каждому из нас. Всецело церкви Господней, телу Иисуса Христа. И вот вопрос пред каждым из нас, что мы можем сделать? Как мы можем, скажем так, помочь в том, чтобы Слово Божие распространялось до краев земли? Еще одна статистика. Мы видим, что в мире есть 6800 разных языков. Это не наречий, но языков, конкретных языков. 6800. И мы видим, что всего с 6800 языков только 471 язык. На 471 язык есть перевод Библии полностью. Представьте себе, все другие языки не имеют перевода Библии. И вот на английский язык мы имеем 500 переводов. Почти каждый год идет новый и новый современный перевод на английском языке. Перевод российского языка мы имеем приблизительно 15, 15 библий. Я посчитал. И перевод украинского языка это 7, 7 разных версий. И вот вопрос перед нами. Мы видим такой большой дисбаланс миссионеров, которые служат там, где уже проповедовалось, там, где уже есть церковь. Мы видим большой дисбаланс, где еще столько языков не имеют перевода, столько народов не имеют перевода Библии, но Библия переводится на те языки, на которые уже есть перевод. И вот это современная церковь. Мы строим очень большие здания, мы думаем о развитии, о разных проектах, но сколько народов еще не слышали о Иисусе Христе. Столько народов еще собираются в каких-то хижинах, потому что у них нет денег для того, чтобы построить хоть какое-то минимальное здание. Огромный дисбаланс. И вот наша молитва, наши возможности, наши финансы, наше служение, оно должно быть хоть в какой-то мере направлено на то, что говорил Иисус Христос. Что мы можем делать на практике? Первое, это молиться за недостигнутые народы. Молитесь, молитесь о всем мире. Берите какую-то страну, изучайте ее, думайте о ней, молитесь о ней. Мы можем жертвовать миссионерам. Мы можем также других обучать, других отправлять, помогать им поехать на миссионерство. Мы можем также самим поехать на краткосрочную миссию. Вы знаете, мы видим, что Господь особенно благословляет нас, то, что Он в какой-то мере, я бы сказал, не гонит нас, как первоапостольскую церковь, новозаведнюю церковь, что они в гонениях разошлись. Но Он делает такие трудности в нашей стране, что мы едем на западки в другие страны. И вот сейчас мы очутились в Польше. И вы думаете, каждый из вас просто так здесь очутился? Для того, чтобы только денег не заработать? Нет, братья и сестры. Вы здесь для того, чтобы проповедовать Слово Божие. Потому что здесь возрожденных крестьян также очень мало. Хотя Польша есть достигнутый народом, имеет свою национальную церковь, перевод Библии на свой язык, но все же таки вы можете благовествовать этим людям, у которых работаете. Вы можете молиться о них. Вы можете их приглашать на польские собрания. Вы можете проповедовать. Должны мы проповедовать. Также и нашим гражданам, которые есть с нашей страны. Вот это очень важное, очень важное задание, которое оставил нам Христос, которое мы можем исполнять. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас, как говорил апостол Павел, чтобы мы знали для себя, что... Прочитаю на Афганском. «Бо коли я освящаю Ивангелем, то нема чего молитись мне, бо це повинність моя. И говори мне, коли я не освящаю Ивангелем». Апостол Павел говорит, что это повинність наша, чтобы мы благовествовали. Мы должны читать Библию, мы должны быть святыми, и мы должны проповедовать другим о Иисусе Христе. Пусть Господь благословит нас в этом, чтобы мы знали, чтобы мы понимали это, чтобы мы были всемирными христианами. Пусть Господь благословит нас, если мы имеем желание, чтобы мы искали другие способы для того, чтобы расширить Слово Божие, Царство Божие до всех народов, до всех краев земли. Если у вас будет желание, вы можете после собрания подойти, и я смогу также поделиться больше служением миссионерским, которым мы занимаемся в нашей стране и за пределами нашей страны, для того, чтобы действительно мы как единый организм, единая Царька могли нести Слово Божие и выполнить то, что говорил нам Иисус Христос. Аминь.